Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Наши журналисты вернулись в фестиваль телекомпании «Братина». Мне очень понравилось. Репортаж – мой любимый жанр. Я хочу этим заниматься. В «Видном» приступили к оборудованию специальной площадки для выгула собак. Хорошее место, все его одобрили. Замечаний по выбору места не было совершенно ни у кого. Воспитанница Центра «Дельфин» победила в первенстве России по большому теннису среди юниоров. Сейчас потихонечку начинаю уже переходить в профессиональную карьеру, то есть уже начинаю играть в международные турниры. В Сергеевом Посаде завершился 26-й открытый фестиваль подмосковных телекомпаний «Братина». Традиционно в нем участвуют и журналисты из «Видного». 15 работ было заявлено в этом году телеканалом «Видное ТВ». Кроме того, сразу двумя командами выступили в конкурсе «Репортаж с колес». О результатах телемарафона в сюжете Татьяны Брыловой. Открывает парад! План Союза журналистов в России! Два фестивальных дня завершились подведением итогов. Это поистине самый волнительный момент. 38 телекомпаний представили свои работы в пяти номинациях. Конкуренция огромная, учитывая, что в одной номинации можно было представить до пяти работ. Плюс традиционный конкурс «Репортаж с колес». В этом году в нем участвовали 10 команд. Две из «Видного». По правилам побеждают те, за кого телезрители отдадут большее число голосов. Первое место занимает «Репортаж «Любовь и голуби» телеканал «Радуга», город Павловский, Посадок. Свои силы в тележурналистике попробовала и наша коллега, исполняющая обязанности главного редактора газеты «Видновские вести» Наталья Чапурная. Ее сюжет, снятый в конкурсе «Репортаж с колес», по мнению профессионалов, стал одним из лучших. Мне очень понравилось. Репортаж – мой любимый жанр. Я хочу этим заниматься. Опыт я обязательно буду использовать и я надеюсь, когда-нибудь привезти что-то еще другое. Год культурного наследия народов России стал определяющим в организации 26-й Братины. Каждая из номинаций так или иначе касается культурного развития региона, где находится телекомпания-участница. С замиранием сердца журналисты наблюдали, как вскрывались конверты с именами победителей. По традиции, объявление лауреата первой степени начиналось с показа отрывка работы победительницы. Участники проекта «Стихи» живут повсюду самые обыкновенные жители нашего города. Рабочие и учителя, спортсмены и волонтеры, пенсионеры и дети. Но к поэзии относятся с трепетом и вдохновением. Первое место. «Видное ДВ». Город «Видное». За программу «Стихи» живут повсюду. Братья, пожалуйста. Вы еще не принимали участие в проекте «Стихи живут повсюду». Я думаю, Наталья Замарина, идейным вдохновительным проектом, когда-нибудь доберется и до вас. Потому что «Видное» уже в полном составе читает стихи. Спасибо большое. «Стихи живут повсюду». Фильм, созданный благодаря сотрудничеству телекомпании «Видное ТВ» и историко-культурного центра Ленинского округа. Выдумывать не буду, скажу начистоту. Стихи растут повсюду, а с ними я расту. Легенда фестиваля, руководитель студии ТВ «Развилка» Иосиф Гринберг, считающийся журналистом вне времени и форматов, по количеству призов на этот раз обошел наш телеканал, взяв третье место в номинации «Край родной на век любимый» и первое за ролик о культуре. Мне не хочется быть как все. Я не могу быть как все. Мне тогда интересно, когда я что-то свое придумаю. И самое главное, во всех номинациях фигурируют мои стихи. Оказывается, стихи, они очень много умеют выражать и очень сильно умеют выражать. Это и любовь к родине, и даже юмористические вещи, и даже призыв к миру – все это одно. Гостьей фестиваля стала заведующей отделением обслуживания Центральной библиотеки Ленинского округа Марина Андрианова. Ее мастер-класс «Текст как основа донесения информации» стал одним из самых ярких в череде тренингов телемарафона. А на церемонии закрытия Марина Алексеевна удостоилась чести вручить одну из наград. Кроме того, она и сама отправила работы на Братину. Вот эта журналистская тусовка, она очень необычная. Ну, я как автор, да, мне интересно вот все равно и с пишущими людьми пообщаться, и с теми, кто снимает. Они все равно люди слова. Все равно они связаны, их профессия со словом. И это очень интересно. С ощущениями тепла и добра, а также с надеждой на встречу через год заканчивался фестиваль Братина. А общая фотография даже через много лет напомнит всем об этом ярком и незабываемом празднике творчества. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. А сейчас предлагаем вашему вниманию посмотреть сюжет, снятый нашими журналистами в рамках фестивального конкурса «Репортаж с колес». Вольф, он же Вова. Авторы Татьяна Брылова и Сергей Ларин. Помните, как в фильме «Он же Гога, он же Жора»? Вольф Михайлович Лубоцкий, он же Владимир Михайлович Загорский. Телеканал Видное ТВ проводит расследование, чтобы выяснить, какое отношение этот человек имеет к Сергею Посаду. Извините, Лубоцкий, Загорский, знаете таких? Нет. Точно? Точно. Молодой человек, скажите, а вы знаете, кто такой Лубоцкий или Загорский? Вы молчите, потому что не знаете? Видимо, никто не знает. А, Загорский? Да. А, на которого убили-то, ну, конечно, известно. Один из революционеров. До сих пор есть памятник Владимиру Михайловичу Загорскому у нас. Откуда вы обо всем этом знаете? А я здесь живу давно, уже 70 лет. Итак, что нам известно. Владимир Загорский – соратник Ленина. Участник декабрьского восстания 1905 года, после поражения которого вел подпольную работу. В 1919-м был убит бомбой, брошенной членами анархистской группы. В 1930-м году Сергеев, до 19-го года Сергеев Посад, был переименован в город Загорск. Интересно, а какое название ближе самим жителям? В Загорск роднее. Я родился в Загорском районе. Привычный Загорск. Ну, я здесь с 80-х бываю, у меня тут дача. А вообще Сергеев Посад правильнее. Чем древнее, тем лучше. По мне, лучше, скажем, в Индии, Патлипутра, Магадха. То же самое. То, что раньше, это было сокровение, и это писалось в древних шастрах. Не трудно заметить, что сквер имеет довольно непривлекательный вид. Посмотрите хотя бы на эти деревья. Они давно уже не тянутся к солнцу. Впрочем, как и советская власть когда-то, приказала долго жить. И хотя говорят, что невозможно в одну реку войти дважды, в 1991 году городу вернули его историческое имя. В городе Видное приступили к оборудованию специальной площадки для выгула собак. На 300 квадратных метрах будет расположена не только игровая зона, но также установлены элементы для профессиональной дрессировки животных. Тему продолжит Наталья Буслаева. Начальник территориального отдела Видное Центральный Светлана Степина рассказывает, что собаководы неоднократно обращались с просьбой обустроить специальное место для выгула домашних питомцев. Так как в черте города такой территории никогда не было. Выходили с жителями, с собачниками, искали место. Одно из предложений было как раз это. Потом Тимоховский парк ПЛК-78. Но в Жуковском проезде несколько мест рассматривали и в итоге выбрали вот это место. Оно удаленное и всех вроде как устроило. Идею активно поддержали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Обращались к Лисею Петровичу Спасскому пару раз с этим вопросом. Соответственно, глава округа дал поручение найти подобную площадку для строительства. Стараемся все замечания учесть, которые жители просили при этом. Чтобы это не на глазах, чтобы это было все как-то благоустроено и не так видно, заметно. Ну, в общем, хорошее место. Все его одобрили. Замечаний по выбору места не было совершенно ни у кого. Зона для выгула собак площадью 330 квадратных метров будет расположена в Овраге на Школьной улице, недалеко от дома 55А. Это будет металлическая лестница, поскольку собачья площадка будет находиться в Овраге. Это будет металлическая лестница, широкая достаточно для того, чтобы спуститься полностью из металла сделано. И внизу будет сделан водоотвод, чтобы площадка не заливала водой. Основание у площадки будет – это дресло и перемешку с крошкой, чтобы собачкам было удобно бегать. Помимо просторной игровой зоны для домашних питомцев, также установят три элемента для профессиональной дрессировки. Местная жительница Светлана, хозяйка американского стафарширского терьера по кличке Марго, с нетерпением ждет открытие. Вы будете там гулять, если она появится? Конечно. Нет, конечно, буду. Там будут элементы. Вы дрессируете собаку? Да. Для безопасности площадка будет огорожена по периметру 3D-сеткой высотой в 4 метра. Все работы планируется завершить в течение месяца. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Врач, к которому обращаются люди в первую очередь. Специалист, что должен уметь находить подход к любому пациенту. Все это об участковом терапевте. Сегодня эти доктора отмечают свой профессиональный праздник. Наш корреспондент Юлия Пагасьян пообщалась с терапевтом Видновской поликлиники, чтобы выяснить, какими качествами обладает человек, чье призвание – медицина. Свой профессиональный праздник терапевт Канан Масимов встречает на посту. Признается, что даже забыл о дате. Ведь помогать людям, лечить их – для нашего героя призвание, а не работа. Медицинский институт молодой доктор закончил недавно. В 2021 году пришел в Видновскую поликлинику. Сначала трудился в палеотивной помощи, сейчас – врач участковый. Врачи первичного звена, а именно врачи-терапевты участковые – это опора всей медицине в нашей большой необъятной родине. Именно здесь начинаются все основы, начиная от обычного терапевтического осмотра, диспансеризации, заканчивая непосредственно направлением к дальнейшему обследованию к узким специалистам. Терапевт – сотрудник разносторонний, которому необходимо разбираться во всех медицинских сферах, чтобы правильно выявлять причины недуга и направлять пациентов к узкопрофильным врачам. В этой работе большую роль играет умение находить с людьми общий язык. Каждый доктор – отчасти психолог. Первое – надо пациентов уметь слушать. Второй момент – наводящими вопросами собирать, так скажем, пазл заболевания. Люди обращаются к тебе за помощью. То есть у них есть определенная проблема. И в первую очередь они должны быть выслушанными. То есть дать непосредственно выговорить с пациентом о всех своих заболеваниях, о том, что его беспокоит. И, соответственно, далее, как только лед тронулся, уже можно приступать к более подробным деталям анамнеза. Видновская поликлиника – одна из самых передовых в области. Здесь трудятся специалисты высокого класса. Ежедневно оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению, заботятся о нашем здоровье. Это люди, которые достойны уважения и благодарности. Благодарю всех. И, конечно, вот в здании такой замечательной поликлиники приятно и общаться, и приходить. И вот очень здорово. Поэтому всего доброго всем докторам. Самим не болеть. Ну и нас лечить. Канан Масимов уверен, любой врач должен нести позитивный настрой, который зачастую способствует выздоровлению пациентов. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ирина Кошелева, Виднетвер. В копилке наград Ленинского городского округа пополнения. Воспитанница Центра «Дельфин» 16-летняя Мария Сысоева победила в первенстве России по большому теннису среди юниоров. О своей любви к спорту она рассказала нашей съемочной группе. В большой теннис Мария Сысоева попала в 2014-м, в возрасте 8 лет, когда уже успела попробовать себя в различных видах спорта. Это была любовь с первого взгляда. Благодаря, наверное, тренеру Денису Сергеевичу, который вот сам был настолько заряжен этой любовью, что смог передать и мотивировать ее на дальнейшие успехи. Очень благодарна этому месту, директору этого комплекса, Гульнаре Джамаловне, которая оказывает нам всестороннюю поддержку. Мой тренер, который привил мне любовь к теннису, Тикушин Денису Сергеевичу, огромное ему за это спасибо, что я до сих пор здесь. Я продолжаю совершенствоваться с каждым днем. И просто необъяснимая любовь к этому виду суппорта. Я поняла, что это мой вид спорта. Решила остановиться на нем. И не жалею. Уже через год регулярных занятий стало ясно. Впереди у Марии большие победы и большое спортивное будущее. Сейчас девушке 16 лет, и она продолжает активно тренироваться и покорять все новые вершины. Девочка очень мощная, заряженная, перспективная. При помощи руководителя Гульнара Джамаловна она нам дала шанс, дает возможность ездить по соревнованиям, соответственно, выполнять разряды. В этом году выполнили мастер спорта. Четыре часа в день у меня тенниса и два часа физической подготовки. Совмещать спорт, учебу, еще какие-то свои развлечения, помимо тенниса. Это все очень тяжелый труд. Не каждый его сможет пройти. То есть здесь только нужен характер и иметь какие-то свои цели в голове. Понимать, что ты действительно этого хочешь. В этом году Мария заняла первое место в парном разряде, командном первенстве и спартакиаде России среди юниоров до 17 лет. На днях она вернулась из Рязани, где завоевала первое место в командном первенстве России по большому теннису для игроков до 19 лет. Сейчас потихонечку начинаю уже переходить в профессиональную карьеру. То есть уже начинаю играть в международные турниры, которые проводятся с призовым фондом большим. Что мне позволит открыть международный рейтинг и уже дальше кататься по миру, уже стремиться к строчке номер один в мире. Мария, как ее тренер, уверена, она готова защищать честь Подмосковья и России на самом высоком уровне – на международных турнирах WTA. И видя несгибаемую волю к победе и блеск в глазах девушки, можно быть уверенным – у нее обязательно все получится. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова